В Минске в эти минуты обсуждают пути решения украинского кризиса. Контактная группа и эксперты в рамках подгрупп работают над конкретными вопросами. Выборы на территориях провозглашенных республик, обмен пленными и разминирование территорий. В самом Донбассе, там где уже безопасно, все силы брошены на восстановительные работы. В некоторых районах дома в буквальном смысле поднимают из руин. Как например в Иловайске, где год назад были ожесточенные бои. Репортаж Павла Краснова. К себе на двор, где старого дома уже нет, а новый еще не готов, Виктор Иванович приходит часто. Благо идти недалеко, живет он сейчас по соседству, а сидеть сложа руки трудно. Здесь ведь можно и делам строителям помочь, и словом подсказать по-хозяйски. Танек, трошки сюда давай. Сюда, сюда, как сказали. Да, да, да. Вот, влезь. Строители работают быстро, надо успеть до зимы. Уже готовы фундамент и стены, скоро соорудят крышу, потом займутся отделкой, а там и до новоселья недалеко. Стены поштукатурить, положить перегородки, поставить. И все. Новый дом ставят прямо на месте прежнего. Тот сгорел после попадания снаряда. Вот эта обугленная балка, все, что от него осталось. И все, прахом пошло. 20-го года все сгорело. Зарвали. Тут такое творилось страшно. Стреляют. В конце августа прошлого года на штурм Иловайска пошли украинские войска. Взять город хотели во что бы то ни стало, сил не жалели. Эта безрассудная атака обернулась для наступавших тяжелым поражением. После контрудара ополченцев они попали в окружение. Иловайский котел, стоивший им огромных потерь. Но прежде военные, чей костяк составляли националисты из добровольческих батальонов, с помощью артиллерии едва не сравняли город с землей. Стреляли от той стороны. И снаряд прямо пробил коридор. И попал в этот. Ну, стяну разбил. И сразу загорелся этот дом. И два часа, и дома нет. После пожара у Виктора Жевцкого уцелела в кавычках только пристройка. Летняя кухня. А дом потушить пытались чуть ли не всей улицей, но впустую. Похожих историй здесь множество и напоминаний о тех страшных днях хватает с избытком. Словно обгоревшие скелеты чьей-то прежней жизни. Одного года слишком мало, чтобы залечить такие раны. Отстроить заново в городе решили 34 дома. Хотя разрушены примерно в 10 раз больше. Помогут старикам, многодетным семьям, тем, кто не может сделать этого сам. Остальным, как, например, вот здесь, восстанавливать жилье придется самостоятельно. Возможности местной власти в Донбассе пока еще невелики. Раньше все силы вообще уходили на ремонт школ и больниц. И все равно одну школу до сих пор не открыли. Слишком сильно пострадала. Это школа номер 14. Та самая, где во время боев забаррикадировались украинские нацбатальоны. Стены обрушены были. Крыша была пробита снарядом. То есть стояла без крыши, заливала все. Стены, вся штукатурка, все было просто отвалено. Ужасно. Мы все пошпаклевали, поштукатурили. Табличка на фасаде еще посечена осколками, но в остальном о прошлом уже почти ничего не напоминает. Большинство классов готовы, в остальных кипит работа, ремонтируют столовую и спортзал. В ноябре здесь снова должен зазвенеть школьный звонок. Павел Краснов, Игорь Крецков и Дмитрий Зельвянский. Первый канал. Иловайск. Донбасс.